Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Новый маршрут, расписание и схема движения. Городской маршрут номер 2 переселился на новую конечную остановку в микрорайон 3А. Очередной день здоровья в осеннем цикле прошел в селе Цыбана-Балка. Изменения в транспортной системе города. С 24 ноября автобусы городского маршрута номер 2 ходят по новому расписанию. Схема движения тоже изменилась. Теперь маршрутки отправляются с новой конечной остановки в микрорайоне 3А. Подробности изменений в материале Алины Гумировой. Необходимость изменить схему маршрута номер 2 назрела уже давно. На прошлой неделе Анапский МФЦ переехал по адресу улицы Шевченко, 288. Анапчане высказали пожелание – нужен транспорт к новому офису МФЦ. Проблемы решили сразу. На маршрут номер 2 добавили три автобуса и немного изменили схему движения. Теперь автобусы и маршрутки идут по улице Самбурово, как раз в том районе, где расположен многофункциональный центр. Изменилась и конечная остановка. Раньше конечным пунктом двойки был 12-й микрорайон Южный рынок. Теперь микрорайон 3А – конечная маршрута номер 17. Прямое направление у маршрута номер 2 не поменялось абсолютно. Схема осталась прежней. Просто добавился кусочек. Из 3-го А они будут идти через Красную площадь, также в 12-й. И в 12-м микрорайоне, где была у них конечная, также они забирают пассажиров и идут по старой схеме. На обратном пути, чтобы доставить пассажиров из центра в оба микрорайона, и в 12-й, и в 3-я маршрут изменили. Согласно схеме движения, с улицы Ленина автобус будет поворачивать на улицу Лермонтова. И через 12-й микрорайон следовать в 3А на конечную остановку. Очень хорошо, нам нравится, что это конечная остановка. То бишь на 17-м мы можем и туда проехать, и двойка. В общем, разные эти маршруты нам очень нравятся. Ну, конечно, удобно. Каждому человеку нужно попасть в любой конец города, поэтому я думаю, это удобно. Если больше маршрутов, значит, лучше для людей. Я так считаю. Так что это спасибо большое. Перед тем, как изменить схему маршрута номер 2, руководители предприятия ТП «Кубань» согласовали все детали с транспортным управлением. Новая конечная остановка «Двойки» в 3-й мамикрой районе станет для анапчан, пользующихся общественным транспортом, несомненно, более удобной. И жителям Алексеевки добираться домой вечером будет проще. Очередная 70-я сессия Совету муниципального образования город-курорт Анапа состоялась на этой неделе. Провел пленарное заседание председатель Совета Леонид Кочетов. В работе сессии принял участие глава города Сергей Сергеев. Основной приоритет развития города – повышение качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повышение инвестиционной привлекательности, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2015 году сохранится устойчивая положительная динамика основных макроэкономических показателей. Планируется формирование оборота базовых отраслей экономики в размере почти 63,5 миллиарда рублей. Темп роста в сравнении с уровнем 2014 года составит 107%. На 1 ноября 2014 года семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено 805 земельных участков. На сегодняшний день в Управлении имущественных отношений осталось порядка 60 заявлений от семей, которым в 2014 году не хватило земельных участков. В настоящее время проводится работа по изысканию и дальнейшему формированию земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей. Администрации города обеспечено софинансирование выполнения проектно-сметной документации по четырем инвестиционным объектам, обеспечивающим инженерным сетям 278 земельных участков в общей сумме контрактов 7,5 миллионов рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1,5 миллиона рублей. Продолжается оформление исходно-разрешительной документации для участия в 2015 году в конкурсных отборах по проектированию инженерной инфраструктуры к еще 468 земельным участкам, выделенным семьям, имеющим трех и более детей. При включении всех объектов в подпрограмму «Жилище» на 2014-2016 годы государственной программы Краснодарского края инженерной инфраструктурой будет обеспечены 8 жилых массивов, где проживают 523 семьи. На сессии рассмотрели 9 вопросов. От уплаты земельного налога освобождены муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения. Решение Совета об установлении налога на имущество физических лиц приведено в соответствии с действующим федеральным законодательством. Порядок исчисления налога не изменился. В соответствии с последними требованиями Бюджетного кодекса России приведено положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Принято решение о проведении 10 декабря публичных слушаний по проектам решения Совета об индикативном плане социально-экономического развития и бюджете муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов. Депутаты утвердили отчеты о выполнении индикативного плана на 2013 год, о ходе выполнения плана социально-экономического развития и об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года. Оборот базовых отраслей экономики в 2013 году составил более 54 миллиардов рублей и на 11% превысил уровень 2012 года. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Анапе за 9 месяцев года, также характеризуется положительной динамикой большинства основных показателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, исполнение бюджету по доходам составило 108,1%. Внесены изменения в бюджет 2014 года. Его доходные и расходные части увеличены. Анаба получила гранты за победу в краевом конкурсе названия «Лучший совет молодых депутатов Краснодарского края» за третье место в конкурсе на самый благоустроенный город Кубани и за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления. Цикл «Дней здоровья» продолжается во всех сельских округах. Каждую субботу по поручению главы Анапы Сергея Сергеева. В эти выходные «День здоровья» прошел в селе Цибанабалка. Селяне получили бесплатную консультацию врачей-специалистов и прошли скрининг-обследование. Субботнее утро. Но в сельском доме культуры уже полно народу. Лучшие врачи-специалисты Анапы приехали проверить состояние здоровья селян. Прием в селе Цибанабалка проводят специалисты городской поликлиники и Центра медицинской профилактики. Терапевты, неврологи, эндокринологи, лор-врач, кардиолог, офтальмолог, педиатр, медицинский психолог. Врач-невролог Игорь Мартыненко 28 лет помогает людям. Анапчане знают его и каждый называет его своим доктором. Отец Александр Мартыненко был ветеринаром. Игорь Александрович еще в детстве решил, тоже будет врачом. Главная ценность – жизнь и здоровье человека. В его философии – его пациента. Выявляются достаточно часто первые заболевания. С учетом того, что иногда трудно попасть к нам, в общем-то, это необходимое мероприятие. Мы выявляем различную патологию, болезни пресла, стихонроза, болезни головного мозга. Это достаточно часто получается прединсультные состояния, бывают гипертонические болезни. Жители села на входе в Дом культуры встречал народный ансамбль «Приморочка». Серьезную помощь в организации постоянно оказывают студенты медицинского колледжа. Их можно сразу узнать по надписи на футболке «Спроси меня». Проводят анкетирование, раздают профилактические буклеты, помогают селянам в разных вопросах, провожают к врачам на консультации и обследования. Любой желающий на Дне здоровья может пройти экспресс-анализ, узнать уровень сахара и холестерина в крови. Сахар у вас 5,2 – это норма. Холестерин ждем 3 минутки. Также к услугам селян – ЭКГ, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре, смокелайзер, пульсоксиметрия, УЗИ органов брюшной полости. На Дне здоровья узнают точный вес и рост, почти самая популярная услуга – просят измерить давление. Общее состояние здоровья у меня хорошее, но я предполагаю, что где-то есть зачатки каких-то заболеваний. То, что я и увидела сегодня. Очень хорошее мероприятие. Я считаю, раз в год надо по всем регионам здесь проводить, потому что люди не в состоянии пройти одномоментно всех специалистов. Можно холестерин проверить, сахар. И хотела пройти меропатолога, эндокринолога. К эндокринологу у меня была очередь очень большая. Я записывалась, так и не смогла попасть. Но здесь хорошо, я быстро прошла. Мне направление написали. Все обследования и приемы врачей в рамках губернаторской программы «Будьте здоровы» бесплатны. Заместитель главы Людмила Мурашова лично проконтролировала, как проходит и организован День здоровья в селе Сабанабалка. В каждой территории мы думаем, каких врачей послать. С учетом того, где-то есть своя участковая больница, где-то есть своя амбулатория, где-то есть такой врач, а где-то есть такой врач. Поэтому с учетом потребностей жителей населения определенного округа мы определяем состав врачей. Следующий День здоровья пройдет в субботу, 29 ноября, в Субсехском сельском округе. И к другим темам. В ноябре в России отмечают Всероссийский День правовой помощи детям. Байкеры из мотоклуба «Блэк Смит МС» совместно с инспекторами Анапской роты ДПС организовали праздник для воспитанников коррекционной школы-интерната в поселке Суворов-Черкесский. Один из любимых детских супергероев, комиксов, «Человек-паук» и другие герои из мультфильмов подарили ученикам школы-интерната настоящий праздник. Настроение для особенных ребят создавали аниматоры, которые приготовили для детей специальную программу. Я думаю, что детям очень понравилось. Понравилось даже и учителям. И нам в том числе тоже понравилось. И нам. И мы с удовольствием провели здесь время. И уверены, что мы будем их посещать, посещать эту школу и, как и остальные другие. Также организаторы детской программы, инспекторы Анапской роты ДПС и байкеры из мотоклуба «Блэксмит Эмси» приготовили ребятам сладкий сюрприз – вкусные торты к празднику. Продолжаем выпуск. Быть первоклассным специалистом на работе и при этом хорошей мамой. Героиня нашего следующего сюжета отлично совмещает две роли. Воспитав четверых детей, Татьяна Баталова успела сделать карьеру, заслужила звание почетного работника образования России. Наталья Измызгова продолжит тему. Словно волшебной палочкой, Татьяна Баталова взмахивает рукой и на детских лицах отражается целая буря эмоций. Семиклассники проходят Тараса Бульбу. Сколько детей Татьяна Борисовна выпустила во взрослую жизнь, сосчитать сложно. Но каждого своего ученика она помнит по имени. 36 лет работает в школе номер 11 в Субсехе, которую когда-то оканчивала сама. В 1977 году пришла вожатой. Почетный работник образования России, учитель высшей категории. Главное, чему она учит своих ребят – быть людьми. Татьяна Борисовна, она очень хорошая учительница. Мы ее всем классом любим. С ней очень легко учиться, потому что она может легко все рассказать, и чтобы было с первого раза понятно все. Дети очень интересные, интересные их родители. Каждая мама любит своего ребенка по-своему. Но очень жаль, что наши дети об этом как бы вспоминают и понимают очень поздно. Что для них мама – это, которая должна проконтролировать, которая должна привести его, должна чем-то помочь. И они забывают о маме. И вот нам приходится учить. В русской литературе, которую преподает Татьяна Борисовна, образ матери трактуется многолико. Матери бывают разные. Своих учениц Татьяна Борисовна учит в первую очередь быть добрыми. И учеников тоже. А что ты расскажешь своему ребенку, Леша? Придет к тебе сын и скажет, папа, расскажи мне сказку. А он мне говорит, ну и что? Ну и расскажу я сказку. Какую? Татьяна Борисовна, напомните, какие мы изучали. Я говорю, вот хорошо, значит, мне придется жить очень долго, чтобы ты мог позвонить мне, и я тебе напомнила, какие мы сказки изучали. Читая слова Тараса своему сыну Остапу во время казни, Татьяна Борисовна не может сдержать слез. Война для нее – это боль всех матерей. Она мать четверых детей. Дочка Александра – сыновья Борис, Алексей, Антон. Знает, как нелегко вырастить и поднять ребенка на ноги. Она четливо помнит каждое первое слово. Первые шаги, первые пятерки. Ну и первые, то что не сказать, что любились. Они меня радуют во всем и всегда. Взаимоотношения, как всегда, как у всех, проблемы отцов и детей, проблемы родителей, ну меня радует то, что мы понимаем друг друга. Пусть даже где-то мы, может быть, поспорили, но мы потом приходим в консенсус. И мы можем как-то найти общую точку зрения. Воспитывать детей Татьяна Борисовна старается своим примером. Муж – ее поддержка и опора. Ну, естественно, мне бы, вот, как сказать, одной воспитывать четверых было бы трудно, если бы не мой муж. Муж у меня учитель, конечно, он меня понимал, поддерживал. Долго сидеть с детьми в отпуске по уходу за ребенком было некогда. Три месяца и снова на работу. Здесь другие дети ждут. Школа для меня – это мой второй дом. Здесь у меня и дети мои выросли. И после садика ждали маму здесь. Дети учились в школе хорошо. Вот, окончили школу без троек. Дочь с золотой медалью, красным дипломом. С Татьяной Борисовной я работаю уже более 20 лет. Во-первых, это человек, который в любую минуту придет тебе на помощь. Она настоящая мать. Она любит своих детей. Дети безумно любят ее. Они готовы помочь ей во всем. Они недаром живут все рядом с ней. Дети выросли, у них самих уже есть дети. У Татьяны Борисовны 8 внуков. Всем детям и внукам она вышла гладью и бисером, и минные и иконы. Потому что очень их любит. Той самой всепоглощающей материнской любовью, которая творит чудеса. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Во вторник, 25 ноября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 4,6. Ночью 1 градус выше нуля. Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 5 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин